Игорь, Игорь, я поймал вот такую, не, вот такую рыбу, вот такую, большую. Вот как всегда, почему у тебя так много жестов, когда говоришь, ну, вообще незначимая информация. Ну как, я поймал вот такую рыбу? Ну да, можно так сказать. Вот такую рыбу я поймал. В общем, для того, уместны ли жесты, какие жесты должны быть, мы в студию позвали специального человека, который все нюансы нам объяснит подробно. Это режиссер, автор методики по невербальному поведению, Андрей Нинчук. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, ну вот и Валера постоянно жестикулирует. Иногда это раздражает, иногда наоборот, понимает, помогает понять его информацию. Насколько жесты уместны в общении? Жесты крайне необходимы в общении, потому что у каждого из нас свой театр в голове. Когда вы называете какое-то одно слово, вы представляете его так, а ваш партнер иначе. Ну, например, там, я говорю, что стол, а у каждого из вас в голове стол по-своему выглядит. Потом квартира, а у каждого своя квартира. И так постепенно-постепенно разговариваем, друг друга не понимаем. Вроде бы говорим об одном и том же, но не понимаем. А проблема в жестах заключается в том, что люди либо их не используют вообще, в качестве помощи. А это что такое жест? Это вещь, передающая мое эмоциональное состояние, или тот образ, который я хочу донести, там, например, кораблик. Или там, ну, корабль, можно сказать, таким корабль. А при туда может быть большой? Конечно. Например, я говорю слово 5. Я на лекциях часто рассказываю о 5%. Что такое 5%? То есть в одном случае, если я говорю о невербалике, то все, что мы делаем в передаче информации, вербально передается всего лишь 5%. 5. Это то, что слова. А все, что невербально, это 95%. Так вот, 5%. Видите, я показываю какое маленькое, уничтожительное число. А вот мой друг очень много лет работал посредником между Норильским Никелем и Лондоном. И на сделке получал свои 5% и безбедно жил. Это да. Видите, да? То есть 5 маленькая и 5 большая. У кого-то бывает. Мне нет нужды лишние слова говорить. Какие жесты вот самые востребованные, самые употребляемые, наверное, нами? Открытые. Но, стоп, я говорю, что одни люди употребляют жесты, а другие не употребляют. Так вот, те, которые употребляют, часто тоже совершают огромное количество ошибок. Ну, вот как ваш партнер, например. Потому что при большом темпераменте или активной позиции в нашем регионе многоударность. Мы страдаем многоударностью. У нас очень яркий говор. Мы говорим быстро, скороговорка, плюс многоударность – это каждое слово, главное в предложении, плюс съедаем окончание. Так вот, тут и включаются невербалики. И вы, когда начинаете говорить слова, вы их толкаете. То есть помогаете жестом им быстрее выговорить из вас. Мало того, вы еще и рубите их. Потому что я хочу вам сказать, что каждое слово у меня главное. То есть мало того, что дровосек. Еще вы повышаете на полтона выше голос, потому что главное слово, оно выделяется голосово. И тем самым у вас каждое слово становится главным. И вы его еще впихиваете руками. Есть ли, Андрей, какое-то упражнение? То есть существуют ли они, что необходимо заниматься слова, синхронизировать с жестами? Это самая забавная вещь, потому что вопрос, куда одеть руки, когда я нахожусь на публичном пространстве, это больше 200 лет. Потому что 200 лет назад первый раз зафиксировали, когда одна известная певица написала, что мне постоянно спрашивают, куда одеть руки на сцене. И она сказала, обнимайте шарик. Шарик обнимайте, крутите, тем самым у вас будут объемные руки. Важно, чтобы ваши руки были открыты. Потому что если вы начинаете работать с закрытыми, закрыты кисти на себя. Ну, тем самым мы отталкиваем. Нет, вы на самом деле говорите о себе. О себе. Потому что мальчик-девочке говорит, я тебя люблю, я тебя люблю. Я, я, а не любовь. А вот когда вы работаете открытыми жестами, волей-неволей, люди впечатляются, включаются. У меня есть на лекциях один эксперимент, который я показываю, как можно руками заставить людей совершать действия. То есть я трижды делаю одно и то же предложение, и трижды люди на это по-разному реагируют. Потом я объясняю, что вы готовы были выполнить все, что я сказал, потому что я к вам обращался открытыми ладонями. Как показать рекламу? Да, вот так. Сначала мы говорим спасибо Андрею. Спасибо. За то, что вы нас научили этому. Нет, так. Спасибо. От меня к вам. Спасибо. И непродолжительная реклама.